приветствую вас уважаемые подписчики и зрители моего канала с вами я георгий славянко и вы на канале сделал сам делюсь с народом подписывайтесь на яндекс дзен на рутуб ссылки внизу ну а сегодня я хочу с вами поделиться на вот информация о том что я приобрел чехлы на сиденье на ладу калину что они свое представляют где я их брал это не реклама еще разу ни в коем случае это не реклама я просто рассказываю реальную информацию о том что собой представляют ну а вам уже самим решать брать их или не брать значит они вот таком сумки но сумка это ни о чем это чисто так для транспортировки он кстати так и пришла не опечатана не запечатана не замотана именно вот так через сдэк я получал и наложным платежом оплатил так перешел я сюда потому что там светит в спину солнце народ ходит и не дает нормально снять показать вам что собой он представляет на лоб повесить забыл я еще ко всему прочему эту штуковину вот так он упакован целлофановый пакетик и так что в комплекте значит это на спинку которая у меня лада калина 9 года выпуска поэтому меня сзади поголовников нету сразу говорю это на спинку это на сидушку вот так потому что я когда начал смотреть то у него понять что такое потом разобрался так аналогично тоже спинка и сидушка она большая на короткая так следующее здесь аналогично две на передние на сиденье и вот это две на спинку и еще там когда вы заказываете это вам будет подарок там или подушка какая-то ортопедическая или еще что-нибудь да подголовники еще одна подголовники раз-два и три вот этих а на хрена вот эти они мне дали понять не имею поэтому называется что мне не гоже то вам дороже вот так и получается ну я принципе как оплатил то что оплатил то и получил ну подарок не пришел поэтому имейте ввиду что также какие-то китайцы наши тоже такие же подарки присылают лишь бы заманул замануху сделать а потом просто послать вот они зачем мне нужны часть не буду делать понятия не имею так что ну а теперь сейчас приступлю и буду устанавливать в автомобиль не стоят но стоят они меня вот такие старенькие уже потертые с той стороны порванные потрескавшиеся но они уже мне наверно лет десять как пить дать ну и сзади аналогичная картина поэтому сейчас одену новые и посмотрим что как и зачем хотя мне кажется надо было заказать только наперед а назад и не обязательно задние не так хорошие поживем увидим сейчас посмотрю что получится в комплекте еще вот такие крючки шли как их применять я еще пока не понял на два пакета такое ощущение что нагрузку дали такое количество куда его применить хрен его знает хотя металл сейчас металл цен не упал сейчас поэтому наверно по барабану поэтому раздали ну что теперь сейчас покажу вам как я установил сзади чехлы ну и особенности какие недостатки при этом испытал ну а так как как-то смотрится неплохо но есть некоторые но первое как видите здесь есть штуковина для того чтобы можно было здесь прицепить фиксаторы ремня сзади и он здесь абсолютно не подходит по высоте хотя сверху все нормально установлено видите с той стороны чуть-чуть с этой стороны вообще не подходит дальше крепление снизу ну ответе может быть конечно чуть-чуть она это кожа растянется так называемая кожа может быть тогда натянется хотя вряд ли это следующее и следующее ответе снизу вот эта липучка она туда не хватает то есть может быть тоже растянется вниз ну пока не растягивается вот эта липучка снизу вот она для того чтобы сзади зафиксировать но пока что не так вот видите сейчас я вам покажу вот видите не подходит не подходит не достает с этой стороны я тоже пока что не стал закреплять там у меня просто было тоже расстояние но подожду пока подожду оно может быть немножечко растянется и натяну ну это еще более-менее натяну а это я чуть не со слезами на глазах его натягивал ну а что касается здесь ну как видите примерно совпадает имеется допустим швам да почти одинаковая ну такое ощущение что здесь немного сэкономили или хрен его знает что сделали ну получилось вот так ну все как обычно как говорили я правда не знаю за бугром не жил иномарок у меня не было поэтому как говорил задорно все что сделано рукам и все через жопу дети у нас хорошие так что я никак не могу перец остановиться повторять прописные истины и вот одна из них это что я установил сзади а теперь еще процесс установки на передние сидения как туда я буду запихивать но это не знаю ну сейчас попробую куда же деваться деваться то некуда надо ставить приобрел поэтому надо ставить продолжаем так ну что со слезами на глазах я натянул на подголовник вот эту штуковину но она кстати ну очень тяжело натягивается ну очень а вот это это вообще непонятно что это такое для чего это надо но это на подголовники которые идут назад их почему-то аж три штуки а ну да правильно там же три места три подголовника и нафига они мне нужны наконец-то я разобрался почему три у меня то их нет вообще ни одного ну а эти нет у меня а там есть ну шо так что имейте ввиду если вы приобретете такое то со слезами на глазах натягивается ну натягивается можно можно и так как видите вот что получилось что могу сказать могу сказать только одно натягивается очень 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 сложно то есть надо натягивать дай боже но есть видите есть от внизу косяки вот такие то что ну не до конца сделано она может потом сядет подтянется я просто еще снизу не закрепил никак ну а так натянулась неплохо как видите морщин практически нету и очень конечно проблематично это натягивание подголовника даже аж 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 видите расходится не знаю как как они и на что рассчитывали понятия не имею ну во всяком случае получилось неплохо во всяком случае салон преобразился но в процессе эксплуатации ну чуть поезжу потом еще сниму как он будет эксплуатироваться ну и уже в этом ролике конечно я уже в конце это все с вами поделюсь ну а так так пока меня устраивает правда не устраивало то что я тут корячился часа четыре чтобы это все сделать даже пришлось звонить заказчикам ну посмотрим да а то что подушку не прислали ну обещали компенсацию вернуть так что в принципе фирма неплохая может быть из-за того что я не знаю как его нормально одевать поэтому может быть из-за этого косяки ну а в целом в целом хорошо сделано и кожа неплохая ну а как она еще поведет себя в процессе эксплуатации это уже отдельный разговор и сейчас сразу и вам не могу ничего сказать ну а то кто и как я ссылку оставлю внизу конечно можете зайти посмотреть заказать да обошлись они мне 6090 рублей ну и плюс доставка так где-то 6400 грубо говоря через 300 с чем то ну 6400 дорого дешево то сейчас кажется все дорогое все сейчас подорожало ну посмотрим все а ну пока я с вами не прощаюсь а когда поезжу пока потом с вами уже поделюсь а пока прерываемся продолжение следует так можно сказать так подведем итог установки моих чехлов чехлы в принципе неплохие и вот фирма которая делает чехлы все-таки порядочные люди оказались здесь ничего не могу сказать поэтому ссылку я вам оставлю мне от этого конечно ничего не перепадает я не делаю рекламу я просто поделюсь с теми кто потому что то что у них там на сайте нарисовано как все хвалят ради бога я показываю реально поездил чуть-чуть нормально села брата чуть-чуть здесь не доходит но я думаю оно потом растянется и сядет нормально значит а сторона немножечко сбилось потому что веревочка вот эта которая снизу привязывать надо я одну сторону оборвал вот здесь конечно небольшой косяк сзади как видите тоже нормально все натянуто все есть все держится правда он с той стороны сейчас подойду посмотрю это я думаю здесь у меня сбор какая-то получилось нет не получилось да еще один из моментов конечно косяк который который у них есть то что возможно она рассчитана на то что в перспективе она все растянется и она усядется и будет нормально ну а пока что ну натянулась барабана нигде нету и еще один из моментов вот здесь есть вот такая штуковина специально для крепления вот этих фиксаторов ремня безопасности но она сделана выше может быть конечно надо было чуть-чуть вниз его опустить натянуть но не знаю я попробую ну с той стороны чуть-чуть подходит чуть-чуть а с этой стороны вообще не достает так что вот такой косяк есть ну а так все кожа неплохая ну посмотрим как она будет в эксплуатации пока еще раз я пока то что я поэксплуатировал пока то что я поэксплуатировал могу сказать что вполне нормально вполне нормально ну и железа этих самых вот этих крючочков больше чем достаточно в комплекте было ну все на этом буду заканчивать с вами был Георгий Славянко вы на канале Сделал Сам Делюсь с Народом на YouTube Яндекс.Зен и Рутуб по ссылкам внизу заходите подписывайтесь до новых встреч на моем канале всем добра мира и всего самого наилучшего до новых встреч до новых встреч до новых встреч